Королевская гора. На французском звучит как Монреаль. Этот город появился, чтобы стать центром изящных искусств Канады. Культурная столица по версии прессы, город дизайна воли ЮНЕСКО и самый удобный для жизни мегаполис на Земле, по мнению аналитиков. Неспроста именно здесь, ровно 30 лет назад, молодому циркачу Гила Либерте пришло в голову собрать цирковую труппу, равной которой, как оказалось позже, на Земле просто не будет. Гастролировать начали шатром Шапито на 800 посадочных мест. Сегодня собирают тысячные залы по всему миру. Своя штаб-квартира у цирка Дю Салей появилась только в начале 2000-х, а между тем в этом была большая необходимость. Единовременно здесь работает около 2000 человек, и еще 3000 находятся в постоянных гастрольных турах. Побывать в Святая Святых Цирка для нас уже оказалось чем-то вроде приключения. Здание невероятных размеров вмещает в себя административные площади, тренировочные студии, школу артистического мастерства, курсы английского, пошивочные цеха, обувную мастерскую, множество зон креативного отдыха и даже кафе с ассортиментом «Кухонь мира». Не удивлюсь, если мы что-то все же упустили. Громадный механизм работает с единой целью – удивлять. Надо отметить – получается. Это очень успешная компания. По масштабам это очень большая компания. Когда у тебя постоянно работают от 19 до 20 спектаклей по разным точкам мира, это большая компания. Естественно, это большая кухня. В 93-м году наш земляк Борис Верховский пришел в цирк из большого спорта. Правда, сразу в роли тренера. В целом же большую часть артистической труппы и составляют спортсмены-профессионалы. Кто-то, как с корабля на бал, выходит на арену буквально после недельной стажировки, кто-то проходит долгий путь воспитания артиста. В первую очередь смотрим на физические способности. Здесь спортсмена не откроешь, это уже сделали до нас. И к нам приходят большие профессионалы. А вот в актерской сфере до нашего цирка, возможно, человек не так уж много где выступал, пел, но у него есть потенциал, и это главное. Наша задача – объединить физическое и творческое в человеке, чтобы получить артиста цирка Тюссали. Мастер спорта по спортивной гимнастике из Украины Роман попал в цирк всего месяц назад. С внушительным багажом спортивных побед сегодня все дни проводят в работе. Задача максимум – сотворить чудо Дюссалей. Ни много ни мало превратиться в героя новой волшебной истории. Тут уж ни развитые мышцы, ни умение группироваться не помогут. Очень прикольно, это преподаватели, тренера, артистизм, вот это вообще, то есть что-то новое. В спорте нету такого, там грубо все, пытаешься там как бы не улыбаться, настраиваться. А тут надо все уметь, как бы быть и артистом, и спортсменом тем же. Делать спортсмена-артиста приходится очень быстро, на это дается грубо около двух месяцев. Во-первых, обучаем английскому языку. Без его знания невозможно научиться воспроизводить определенные эмоции, задуманные автором шоу. Затем идет интенсивный курс артистического мастерства, где-то две-три недели. В помощь идет все – кино, музыка, спектакли, небольшие сценки. Это сложный, я бы даже сказала, магический период. Своя магия творится и этажом выше, в костюмерной. Огромные, совсем маленькие, простые, хитровыдуманные. Этим мастерам под силу шить костюм любого уровня сложности. Хватило бы фантазии, шутят здесь. У нас есть штат дизайнеров, которые для начала делают наброски предполагаемых костюмов. Далее мы проводим анализ этих рисунков. Можем ли мы это сделать? Нужны ли специальные материалы? Нужны ли сложные техники в производстве? Затем делаем костюм для выбранного манекена. Дизайнеры оценивают его красоту и практичность. Только после этого костюм уже для сцены, для артиста идет в производство. Слово «свой манекен» делается для каждого артиста, равно как и слепки формы головы. Их тут тысячи. Если же человек набирает вес или худеет, соответственно, приходится менять исходники и тут же подгонять костюмы. В ногу со временем на смену по пьема шеи гипсовым слепкам пришел 3D-принтер. Тот же скан человеческого тела теперь запросто печатается в небольшой комнате без участия человека, которому, поверьте, есть чем заняться. Это вот очень необычный костюм, как скафандр. Его быстро не сделаешь, как и не сложишь в стиральную машину и не постираешь. Но если дата нашего шоу близится, скажем, в Абу-Даби, мы должны быстро что-то поменять, доделать и подшить. Не так-то просто. Рай рукодельницы – место, где есть ткань любых фактур и оттенков, всевозможные фурнитура и километры нити. Спрашивали, можно ли чудо шить? Ответили, шить можно все. Мы не сможем найти такого в магазине, зато сможем сделать сами. Кредо работника Дюсалей – это невозможно, срочно сделаем это. Рабочий день артиста до, собственно, и любого работника цирка длится 8 часов. Но этим временем каждый вправе распоряжаться вольно. Как тут говорят, креативные группы – креативный отдых. Свободная комната, подушка, диван найдутся для каждого. Ну а для желающих устроить тихий час немедленно даже гамак повесили. Сейчас в Монреале и на гастролях работает 28 белорусов. Правды ради, в стране солнечного цирка действительно хочется остаться жить. В то время как сам цирк уже планирует очередную поездку в Беларусь. В марте будущего года Минск удивит третье представление цирка Дюсалей. С 1996 года «Кидам» – шоу номер один в мире. Я надеюсь, что вы останетесь довольными тем уровнем акробатики, который вы увидите. Плюс это спектакль, который создавал Франко Драгон. И когда у него иногда артисты спрашивали, ну хорошо, давайте еще раз пройдем о том, что такое история. Конкретно историю вот в этот момент, что говорит этот номер и прочее. На что Франко очень часто отвечал, что у нас будет 2500 историй каждый спектакль. Какая история будет рассказана только для вас? В ожидании чуда уже на родной земле Ольга Михаленко и Евгений Титко. Контуры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...